Добрый день, уважаемые коллеги, родители и все заинтересованные слушатели, которые и мы представили возможность провести нашу конференцию. Я думаю, что это наша первая конференция, но она не будет последней, и на которой будут заложены основы сотрудничества с одной стороны, а с другой стороны будут продолжены наши взаимодействия для того, чтобы более эффективно прийти к познанию, прийти к пониманию и эффективности в понимании механизмов, диагностики, причин и дальнейшего эффективного сопровождения детей. Самый частый синдромальный форма умственной отсталости и аутизма – синдром умственной отсталости, сцепленный сломкой хромосомы ИХ. Итак, еще раз вернусь, что мой доклад будет состоять из нескольких ключевых этапов. И первое, о чем я хотела бы поговорить, это об основных исторических моментах, как появилось, какое представление было изначально у научного сообщества, что это за синдром, какие механизмы, какие причины возникают, и что мы видим, какую клиническую картину мы видим на практике, особенно на практике, например, консультирования клинического психолога. И для того, чтобы перейти к историческим аспектам, я бы хотела немножко затронуть то, что мы видим сейчас. А сейчас мы видим, что не только синдром умственной отсталости, сцепленный сломкой хромосомы ИХ, встречается при мутации гена ФМР1. Но еще выделены и описаны, по крайней мере, три синдрома на сегодняшний день. Это синдром преждевременного истощения яичников, ассоциированный с ломкой хромосомы ИХ, которым страдают женщины, носительницы при мутации, и это первые ближайшие родственники детей с синдромом ломкой хромосомы ИХ, их матери. Синдром тремора атаксии, ассоциированный с ломкой хромосомы ИХ, это заболевание, оно характерно как для мужчин, так и женщин. И начинается оно в позднем возрасте, и характерно для тоже носителей при мутации. И последний, на сегодняшний день, описанный синдром в 2018 году, синдром называется нейропсихиатрических заболеваний, ассоциированных с ломкой хромосомы ИХ. А с 2014 года у нас введен термин, такой как спектр заболеваний, ассоциированных с ломкой хромосомы ИХ. Он был введен для того, чтобы подчеркнуть как раз непрерывность клинических проявлений, которые между собой и перекрываются, и дополняют друг друга. И начинают они свое проявление с так называемой серой зоны. Но на сегодняшний день серая зона, она является субнормальным состоянием человека и распространяется на вес диапазон мутаций гена ФМР1. Но свой доклад я бы хотела все-таки акцентировать на синдроме Фрейджел-Х синдром, синдром умственной отсталости с цепленной с ломкой хромосомы ИХ и продолжить рассказ о нем. И так как я показываю на следующем слайде, синдром умственной отсталости с цепленной с ломкой хромосомы ИХ имеет несколько вариантов названий, и это не случайно, как раз эти все названия, они и показывают временной вектор в понимании механизмов и причин возникновения синдрома умственной отсталости с цепленной с ломкой хромосомы ИХ. Мы можем встречать в литературе такие термины, как синдром Мартина-Белл, синдром ломкой хромосомы ИХ, но наиболее чаще и современный термин это синдром FX-ИС и ИХ от сокращенное название от Fragile X-синдром. Кстати, в нашей отечественной литературе мы чаще, и не только, кстати, в литературе, но и в медицинских картах детей, мы чаще встречаем такой термин, как синдром Мартина-Белл. И далее я буду говорить, почему мы такие варианты названий встречаем, и почему они, собственно говоря, оправданы. Это не является ошибкой, но тем не менее, к этому ведет исторический контекст. Итак, первый год, от которого мы будем отталкиваться, хотя это не значит, что до этого не было никаких клинических наблюдений, они были, и они были фиксированы в том смысловом ключе, что было показано, что на самом деле преобладание мужчин с индивидуальными нарушениями намного выше, чем женщин. Но придавалось этому несколько обывательское объяснение. Дело в том, что считалось, что мужчины с умственной отсталостью, они более агрессивны, и с ними труднее взаимодействовать, поэтому они чаще попадали в специальные учреждения для дальнейшего проживания. Женщин более чаще оставляли дома, и поэтому был сделан вот такой вывод исключительно на поведенческих характеристиках. Но в 1943 году двумя клиническими генетиками Джейсом Мартином и Джулией Белл была описана большая семья из Англии, где в двух поколениях на слайде это представлено родословное, помеченное римскими цифрами 4 и 5, в двух поколениях насчитывалось 11 умственно отсталых мужчин. На гинограмме они помечены черным кружочком, заштрихованным кружочком, и две женщины с более легкими интеллектуальными дефицитами. В своей статье под названием «Наследование умственных нарушений, связанных с полом», авторы приходят к выводу о том, что умственно отсталость и другие нарушения в развитии и поведении наследуются по сцепленному с полом типам. Было предложено, что называется, рецессивное и сцепленное наследование. Следующий очень важный шаг в понимании причин и механизмов возникновения связан с таким именем, как Герберт Лапс. В 1969 году американский генетик Герберт Лапс, проведя цитогенетическое исследование генома четырех испытуемых с умственно отсталостью, а также двух их родственниц с нормальным интеллектом, отметил наличие у них перетяжки, расположенной на длинном плече, икс-хромосомы. Визуально хромосома выглядела переломленной и в этом месте, отчего данный феномен получил название ломка икс-хромосома. И на слайде вот этот феномен показан кружочком, вот под рисунком A, а под рисунком B как раз показан креотип вот этих вот испытуемых, которые обследовались цитогенетическим методом исследований, в которых была выявлена ломка икс-хромосома. И впоследствии, также с помощью цитогенетического исследования были обследованы члены семьи, расширенной семьи, которые описали в свое время Мартин и Белл. И у них также было обнаружено вот этот феномен ломкости, в результате чего мы и сейчас видим, что синдром ломка икс-хромосомы называют его еще и в честь первооткрывателей синдром Мартина-Белл. Итак, прошу прощения, наличие цитогенетического маркера позволило выделить эту синдромальную форму из большой гетерогенной группы пациентов с недифференцированной умственной отставостью, хотя многие авторы продолжали утверждать об отсутствии клинической специфичности при данной патологии. Ну и даже если мы посмотрим на эту картинку, которая представлена, стоит отметить, что вот, например, мама двух мальчиков, она клинически была здорова, но тем не менее ломкость у нее тоже была обнаружена. Вот это на тот момент не могли объяснить и дать объяснение этому феномену. С другой стороны, наоборот, было очевидно, что человек и ближайший родственник страдает умственной отсталостью и другими сопутствующими нарушениями, но ломкости у него обнаружено, как таковой, не было. То есть это был такой своеобразный минус в цитогенетическом исследовании. В 1977 году Гранд Сазерленд показал, что возможность обнаружения ломкости участка зависит от химического вещества, которые используются для изучения хромосомы. Вот, собственно говоря, это и объясняло наличие того, что в каких-то случаях была выявлена ломкость хромосомов, каких-то нет. На этом основании по этому признаку был построен первый алгоритм выявления синдрома Фрэйджил-Х. В настоящее время признано, что цитогенетический метод диагностики синдрома ломкохромосомы считается неточным и устаревшим. Что же у нас, какие еще основные ключевые моменты мы можем подметить? В 1985 году еще хотелось бы перед тем, как перейти к данному слайду, отметить Стефани Шерман, это сегодня наш ключевой докладчик с коллегами, показала, что риск проявления умственной отталости в семьях увеличивается с каждым новым поколением. И этот феномен получил название парадокс Шерман и стал ключевым для понимания мутации, вызывающей синдром ломкохромосомы. Ученые предположили, что механизм возникновения полной мутации является двухступенчатым. Для того, чтобы перейти к полной мутации, должен пройти некий промежуточный этап. На сегодняшний день мы знаем, что этот этап называется премутацией. Итак, мы говорили про цитогенетический метод обследования, мы сказали о том, что он имеет дефицитарность, он у нас неуточненный и устаревший, и в 1991 году благодаря техническому прогрессу международная команда ученых идентифицировала ген, который ассоциирован с появлением проявлением синдрома ломкохромосомы Икс. Исследуя генетический материал семьи, члены которых имели данный синдром, они обнаружили, что участок гена ФМР1 содержит аномально увеличенное количество тринуклеотидных повторов цитозин, и это привело к открытию нового класса человеческих мутаций экспансии тринуклеотидных повторов. Эти повторы, увеличение количества повторов свыше определенного порога запускают процесс гиперметилирования, в результате чего генса, он как бы структурно не изменен, но он замолкает, он переставит работать, в результате чего не происходит выработки специфического белка, который очень важен для развития созревания нервной системы. На данном сайте я хочу немножко слева акцентировать ваше внимание, вот так выглядит анализ на количество повторов, здесь мы видим цифрами обозначено количество повторов, определенное количество повторов показано для каждого человека вот такими черными окрашиваниями. Здесь мы видим количество повторов слева четырех человек, у которых у двух человек есть наличие премутации и следующая колонка справа она показывает как раз вариант 180 и выше количество повторов у человека. следующий слайд это как раз таки схематическое изображение что же происходит в гене FMR1 что это за динамическая мутация которая приводит к возникновению с одной стороны синдрома премутации а с другой стороны синдрома ломка хромосомы Х. Итак если мы посмотрим на картинку я надеюсь всем видна моя мышка которую я пытаюсь спасибо итак при нормальном состоянии в норме мы наблюдаем следующую картину в регуляторной части гена которая называется промоутер насчитывается определенное количество цитозин гуанин повторов которые не должны превышать свыше 50 если это так у нас ген в рабочем состоянии у нас вырабатывается специфический белок следующее состояние которое называется премутация мы видим уже увеличение голубого участка и вот если это увеличение до 200 вызывается состояние премутации при этом состоянии у нас количество белка снижается но тем не менее он вырабатывается но еще запускается важный механизм который приводит к нейродегенеративным изменениям с возрастом это увеличение матричной РНК но я не буду на этом останавливаться очень долго и подробно потому что следующий доклад как раз и будет говорить о том какие механизмы задействованы при этом состоянии а вот третье состояние которое характеризует синдром умственной осталости цепленной сломкой хромосомы она как раз показывает увеличение количества повторов свыше 200 и как раз розовым цветом показано присоединение метильных групп к гену который блокирует дальнейшее его считывание блокирует дальнейшую его работу и в результате прекращается выработка специфического белка белок FRMP Fragile Mental Retardation Protein который как я уже отметила очень важен для созревания и развития нервной системы и данный белок он начинает вырабатываться уже в эмбриональном развитии следующий слайд показывает морфологию дендрита левая колоночка показывает нормативное строение дендрита у мыши на четвертой неделе от рождения а справа колоночки они показывают как раз особенности строения дендрита у мышей у которых выключен этот ген кстати эти мыши они исследовались 1994 года была разработана мышиная модель синдром ломка хромосомы X у которой выключались выключался этот ген в результате мы не видим белка если мы вкратце посмотрим на этот рисунок мы видим например отличие картинки А от Б тем что на картинке А показан нейрон со всеми его ответвлениями дендритным деревом а на рисунке Б показан нейрон модельной мыши ФРАИКС у которой мы видим достаточно такое незрелое дендритное дерево о чем это говорит о том что у нас будет нарушена нейрональная передача в нервной системе от этого мы будем видеть трудности в обучении нарушение памяти и другие проблемы в развитии и нарушения в поведении которое мы наблюдаем и которое имеет прямую корреляцию как раз с отсутствием или дефицитом белка ФМРП мы приближаемся к тому что стало известно причиной теологии синдрома ФРАИКС мы знаем механизм синдрома ФРАИКС и на этой основе научное сообщество пытается создать патогенетическую терапию где будет основной мишенью вот это как раз неисправность в механизмах и две основные мишени были использованы в доклинических исследованиях и клинических испытаниях это метаботропные гутоматоэргические рецепторы группы 1 и рецепторы ГАМК и на данном слайде как раз показано что эти клинические испытания они начинаются с 2008 года и продолжаются по сей день но опять же я не хочу останавливаться на этом слайде более подробно единственное я хочу отметить что на сегодняшний день пока нет утвержденной одобренной эффективной патогенетической терапии которая призвана снижать улучшать качество жизни детей синдрома на сегодняшний день мы можем говорить только о симптоматической терапии опять же я буду адресовать к следующему докладчику ведущему ученому который занимается проблемой создания патогенетической терапии это зарубежный наш спикер Рэдди Хагерман следующий слайд он показывает о том насколько распространено это заболевание в общей популяции здесь я хочу акцентировать именно на общую популяцию потому что есть разбросы в зависимости от стран и так это 1 на 7 тысяч среди мужчин 1 на 10 тысяч среди женщин что касается полной мутации но самое важное что мы имеем очень высокую распространенность при мутации даже в общей популяции это 1 на 850 мужчин и среди женщин это 1 на 290 женщин встречаемость в мире в российской выборке у нас нет таких подобных исследований но мы провели небольшое исследование где мы взяли 57 где участвовали 57 детей с недифференцированной умственно осталось и другими расстройствами развития аутизма в том числе и проведя генетический анализ на определение количества повторов мы обнаружили среди них трое детей которые имели увеличенное количество повторов больше 200 то есть мы говорим о 5% и как сказали Наталья Леонидовна в начале своего выступления это входит в выявление в общей популяции среди детей с нарушенным развитиям мы говорим о том что мы знаем механизм мы знаем причину мы пытаемся создать терапию но у нас до сих пор существует проблема выявления этих детей и постановки верифицированного подтвержденного диагноза с 1991 года нашими зарубежными коллегами пытались создать скрининги которые представляют собой ответы на вопросы которые заполняет специалист в ходе консультации следя за поведением ребенка и на данном слайде перечислены работы наиболее известных скрининговых методик на чем они основаны они основаны на основных клинических проявлениях при синдроме ломкой хромосомы X в основном это фенотипические черты связаны с физическим фенотипом это когнитивная сфера которая проявляется умственной отсталостью нарушением развития речи особенностями речи и поведенческими особенностями где основные ядерные черты они собраны вокруг аутизма и аутистических расстройств нашими коллегами 1983 года в этот момент был описан специфический паттерн который характерен для этих детей что было обнаружено на левой картинке как раз визуализация электронсполограммы сравнения с нормой было обнаружено что у них преобладает вот этим темным таким красным отмечено преобладает тета активность частотой 6-7 герц в теме на центральных отведениях и крайний дефицит в некоторых случаях отсутствия возрастного альфа-ритма и данный алгоритм нейрофизиологический маркер был предложен для предварительной диагностики установки диагноза ломкой хромосомы Икс в 2006 году вместе в сотрудничестве с институтом педиатрии детской хирургии мы попытались создать такую шкалу в которых перечислено 14 признаков наиболее часто встречающихся для детей синдромом ломкой хромосомы Икс в красном отмечены те черты которые достоверно отличали от других групп детей с нарушенным развитием аутизмом недифференцированной отсталостью ранней детской шизофренией на данном слайде представлено как выглядит но я вас хочу отослать к методическим рекомендациям которые называются комплексное сопровождение семей воспитывающих детей синдромальной формы выпущенной в 2018 году данная шкала она представлена в общем виде не в общем виде а в развернутом виде и мы провели опробацию этой шкалы исходя из совместимости двух методов клинического наблюдения и анализа электроэнцефалограммы которая будет нам показывать определенный паттерн и следующий слайд он как раз показывает что с помощью этих двух методов мы смогли в разных группах детей определить тех детей которые были бы входили бы в группу риска по синдрому ломкохромосомы икс и дальнейший молекулярно-генетический анализ подтвердил у них наличие данной синдромальной патологии цифры представлены в таблице сколько было выявлено этих детей и опять мы вошли в эту популяционную цифру 5-6% на что еще следует обратить при консультации и возможности попадания ребенка отнесения ребенка в группу риска это низкий уровень интеллектуального развития у большинства мальчиков коэффициент интеллекта не превышает 50 единиц треть людей и более половины детей с АПХ входят в расстройство аутистического спектра либо имеют диагноз аутизм несомненно следует брать при консультировании расширенную семью мы можем увидеть много разных особенностей у прямых и ближайших родственников ребенка на данном слайде представлена генограмма расширенной семьи и здесь вот разными цветами розовым и красным показаны члены семьи красным обозначены как раз дети с умственной осталостью с цепленной сломкой аутистом аутистом как раз выделены родственники страдающие при мутации и следующий слайд это тоже слайд на наследственность я еще раз хочу обратить внимание это не только один ребенок в семье но это достаточно расширенная семья в которой нужно отмечать разные клинические проявления и так наш алгоритм он заключается в том что для того чтобы попасть ребенку в группу риска по наличию синдрома Fx для того чтобы провести медико-генетическое консультирование нам необходимо отмечать следующие признаки у ребенка следующую симптоматику это низкий уровень интеллекта и особенно эти дети страдают при выполнении зрительно-моторных навыков и заданий на конструктивные на конструктивные действия на абстрактно-логическое мышление это расстройство аутистического спектра если мы видим это высокие показатели по ранговой шкале это регистрация специфического паттерна ЭГЭ и наличие родственников по линии матери с интеллектуальными нарушениями вот если мы собираем все эти флажочки вместе мы с вами имеем высокий риск того что у ребенка может подтвердиться синдром ломкой хромосомы ИКС и далее я хочу отметить интересную статью которая вышла в 2017 году это большой анализ данных который собрал много исследований по таким шкалам вопросника и было определено что следующие несколько признаков они имеют наиболее диагностические наиболее диагностические роли в том чтобы заподрозрить у ребенка наличие синдромальной патологии синдрома ломкой хрома ИКС на этом я буду завершать единственное что я хочу отметить конечно же синдром ломкой хромосомы ИКС ставится и подтверждается только на основании генетического анализа это прежде всего анализ Куровина определение количества повторов и определение аномального метилирования гена ФМР1 на этом я наверное хочу завершить свой доклад спасибо вам за внимание и надеюсь на ваши поправки спасибо большое Светлана Анатольевна очень интересный и полный доклад пока в чате у нас нет вопросов но я надеюсь что они появятся после и у нас будет еще возможность на них отвечать